Приветствую, дорогой зритель! История погибших асов Эрнеста и Гудвина не утихает ни на минуту. Публикуются различные предсмертные кадры наших бойцов, на которых они обличают громкие имена и незаконные схемы, предатель в своих рядах всегда опаснее врага. Как многократно стали цитировать слова Гудвина в различных социальных сетях, ложь стала нормой. Спасен выживший боец из отряда погибших асов, спустя почти двое суток за ним пришли. Что же на самом деле произошло на Донецком фронте? Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем материале. В течение всего вечера 14 сентября в интернете расходилось несколько видеороликов, записанных нашими бойцами с передовой с позывными Эрнест и Гудвин. Они были первоклассными специалистами, многие их называют лучшими пилотами различных типов беспилотных летательных аппаратов. В их команду также входили инженеры, механики, связисты, техники и саперы. Однако в своем обращении воины рассказали, что их команду расформировали, а их самих перевели в штурмовики. Парни знали, что бой, в который их отправили, будет для них скорее всего последним, но они не отказались выступать на своей позиции, потому что долг перед Родиной важнее всего. Но на случай своей гибели они записали очень громкое видео, в котором обличили, как они заявили, предателей, их коррупционные и другие незаконные схемы. Проводится проверка. Данные, как заявили сами бойцы незадолго до гибели, были переданы в соответствующие инстанции как минимум по восьми каналам. Что называется, где всплывет, там всплывет. Дело лично под контроль взял министр обороны Белоусов и приказал начальнику главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковнику Виктору Беремыкину и начальнику бенштаба Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации. Сразу уточним, публиковать личные данные, кого бы то ни было, которые были озвучены бойцами, мы не станем, в данном случае необходимо дождаться официальной оценки правоохранительных органов. Автор канала «Солдатская правда», как утверждается, боец того же полка Михаил Полонков ранее сообщал, что вместе с Эрнестом и Гудвином погибли Рифф и Ишок. Однако был и пятый боец с позывным «Сократ», которого, как утверждает Полонков, на момент 14 сентября к 11 с половиной часам так и не вытащили оттуда. Однако уже 15 сентября в 7 часов 38 минут он опубликовал данные, что Сократа спасли, а погибших парней забрали с поля боя. Также в интернете и социальных сетях оказалась часть, как утверждается, девятистраничного документа, в котором Эрнест изложил все имеющиеся у него данные о новом командире. В частности, речь в нем идет о том, что на него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако причастность Эрнеста к этому документу, а также достоверность изложенных фактов до сих пор не подтверждается официально. Позже Полонков опубликовал еще одно предсмертное видео, на котором был лишь один Гудвин, который раскрыл новые данные. По его словам, их командир попытался доложить о взятии населенного пункта, на окраинах которого они стояли, однако, заверил он, это неправда, некоторые командиры боятся сказать правду вышестоящим, из-за чего ложь нарастает, как правило, снежным комом. И эта ситуация не уникальна. Ложь является нормой. По словам Гудвина, их расчет беспилотных летательных аппаратов был уничтожен командиром, который находится под влиянием человека, который напрямую контактирует с западными разведками, который странно как прошел всевозможные фильтрации. Публиковать личные данные, озвученные Гудвином, мы не станем, так как сейчас проходит проверка, озвученная им и Эрнестом. Из доказательств боец приводит тот факт, что у этого самого шпиона много родственников на Западе, а его семья находится на территории подконтрольных вооруженным силам Украины-регионов и поддерживает Киев. И как только, продолжает русский боец, этот самый шпион установил свое влияние на их командира, ситуация в подразделении заметно ухудшилась, он обвинил его в том, что полк-3 стал эффективно работать, а его правая рука с позывным «Казак» якобы занимается распродажей имущество, уничтоженного расчета. Он также вновь заявил о процветании торговли запрещенными химическими продуктами внутри подразделения и связан с этим человек, утверждает Гудвин с позывным «Хитрый» и его некая сожительница. Как заявил ранее военкор Юрий Котенок. Предсмертное видео двух немолодых спокойных бойцов Пернаста и Гудвина из расчета беспилотных летательных аппаратов, отправленных командованием в «Мясной штурм» в качестве профилактической меры. Они не вернулись из боя. Так выглядит сознательная отправка на убой грамотной и пассионарной части нашего воинства. Мужчины знали и чувствовали, что идут на смерть, и в этом обращении сообщили о фактах внутреннего предательства, воровства и махинации в родной части. Запись передана ими в компетентные власти и уже разошлась по всему интернету. И, конечно, многочисленные средства массовой информации, а также телеграм-каналы стали раскапывать всевозможные слухи и зацепки. И немногим позже стали всплывать весьма занятные подробности этого дела. Речь, если что, идёт об их новом командире Игоре Пузике с позывным «Злой». Бойцы заявляли о таких его нарушениях, от которых буквально волосы встают дыбом. Для того, чтобы моральное разложение полка пошло и дальше, Пузик всячески крышует запрещенную торговлю в полку. Эта торговля возможна, и производство осуществляется человеком с позывным «Хитрый», он же Смолкин Сергей Вячеславович и его сожительницей Кристиной Леонидовной, проживающей где-то на улице Зои Космодемьянской на Гладковке в Донецке. Цитирует слова Гудвина один из телеграм-каналов. Руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов отметил, что лично обсуждал с Гудвином ситуацию буквально за пару недель до его гибели. Он всячески приглашал его на дронницу, чтобы там, имея рядом много людей из отрасли военных беспилотных аппаратов, попытаться решить вопрос его перевода неважно куда. Но приехать у него не получилось. Его гибель не удалось замолчать. Сейчас каждый из нас должен сделать всё возможное, чтобы процесс над командованием полка стал показательным. Чтобы виновные оказались в ситуации, когда им не помогут ни деньги, ни связи, ни срочно изготовленные оправдательные документы. Необходимо, чтобы эта ситуация осталась в топе социальных сетей как можно больше. Отметил Любимов. Он уверен, что русская армия нуждается в массовых системных репрессиях для своего оздоровления. Для этого необходимо. Сформулировать критерии, по которым будут отфильтрованы те, кого не должно быть в вооруженных силах России и на верхних, и на нижних уровнях иерархии. Создать юридические и организационные механизмы для репрессий. Последовательно провести кампанию по очищению структуры с системным раздромом ключевых армейских мафий, лишением власти и собственности ряда людей и членов их семей. Внести изменения в действующее законодательство для системного предотвращения таких ситуаций, из-за которой погибли ребята. Все подразделения бывших ЛНР и ДНР нужно перепочинить. Им дали слишком много воли, а тем временем в республиках сформировалась нездоровая, коррумпированная и криминальная среда. Об этом Царьграду рассказал участник специальной военной операции, ветеран войны в Донбассе и публицист Танай Челханов. Можно вспомнить хотя бы историю с Ташкентом, убийство при непонятных обстоятельствах, Техаса и прочие не совсем нормальные вещи. Этим регионам ни в коем случае нельзя давать никакой свободы. И на первое время установить там особый режим и фильтрационные меры. И если хотите, да, я считаю их неблагонадежными. Я там был, воевал в ополчении, знаю, о чем говорю. Порядок там навести можно, если первые лет пять относиться к ним так, как Китай к локациям выгуров. И ввести туда русские полицейские подразделения, а также военную полицию особистов. Во время конфликта все эти регионы должна полностью контролировать контрразведка. Кроме того, в каждой части следует создать некое подобие структуры СМЕРШ. Она бы занималась не только отловом шпионов, но и следила за тем, что делают командиры. Возможно, следует возродить в частях комиссаров, которые бы следили за моральным обликом командиров, всевозможных подразделений, начиная от роты. Так, например, считает ветеран войны в Донбассе волонтер Александр Матюшин. Командиры не могли бы проводить подобные манипуляции, уничтожая лучших и честнейших бойцов в бессмысленных атаках. Иначе, чем диверсией, ослаблением фронта подобные действия назвать невозможно, когда профессионалы гибнут, как штормы, всего лишь из-за того, что они не согласны. Нужны в целом глобальные изменения, в том числе в вопросе построения самого государства, отношений чиновников. Вот и получается, что сейчас у Белоусова колоссальный кредит доверия. И ситуация с Гудвином, как бы страшно это ни звучало, обыденность очень многих подразделений. Дескать, так принято, имели право, а что не так? И по сути сейчас решается ключевой момент. Если Белоусов переломит через колено командира мясника, то остальные начнут дико бояться творить подобное. Сам министр получит огромную поддержку как рядовых граждан, так и бойцов, а также священный ужас от различных командиров всех уровней. Так и должно быть. Станет эдаким батей для простого солдата, который всегда заступится, уверен автор тега канала ЯсенЗет. Но если ситуацию спустят на тормозах, весь эффект нового назначения сойдет на нет. И командиры обезумеют окончательно. Мол, даже министр при таком уровне скандала не стал серьезно наказывать. Солдаты окончательно почувствуют, что помощи ждать неоткуда. Разложение армии возобновится в еще более крупных масштабах. Страшный, ужасный, но вполне рядовой случай после заявления Минобороны стал внезапно решающим в грядущей судьбе армии. Есть командиры-негодяи, есть преступные приказы. Есть устав вооруженных сил. Там прописан алгоритм, что необходимо делать. Более того, это зона специальной военной операции. Это зона, где введено военное положение. А Родина вам дала в руки оружие, чтобы вы ее защищали. Погибнуть в этой жизни легко. Не должно быть так, чтобы бойцы снимали предсмертное видео и шли умирать. Нужно отстаивать свою позицию до конца. Возможно, именно в этот момент ситуация сложилась у Гудвина и Эрнеста так, что они вынуждены были пойти таким путем. Но эта ситуация накапливалась. Это не произошло в один момент, а с течением большого времени отметил военкор Евгений Ленин. К славянской вообще в последнее время очень много больших вопросов. В бригаде 200 штурмовиков в штурмовом батальоне, хотя там должна быть 1000 бойцов. Где еще 800? Особому отделу нужно заниматься такими вопросами. Посмотреть, что там творится в бригаде. И в полку тоже следует посмотреть. В любом случае, славянская бригада действует на самом сложном участке фронта. Эта бригада несла самые большие потери. И вопрос с историей Гудвина и Эрнеста надо задавать не только на уровне полка. Между тем, в телеграм-канале тележурналиста Владимира Соловьева появилась запись о командире Игоре Пузике, где Владимир Рудольфович призывает не распространять непроверенные сведения. Коллеги, давайте все-таки проверять информацию, которую вы публикуете. Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности. Хватит хайпиться на этой теме. А спустя короткое время появился еще один подобный пост. В очередной раз обращаемся к коллегам из других и всех остальных СМИ. Призываем максимально тщательно проверять информацию, которую вы публикуете. Сообщение о задержании командира не соответствует действительности. Просим ориентироваться на официальные источники и не распространять недостоверные сведения. Безусловно, тут прослеживается борьба за чистоту информации. С другой стороны, сразу после окликов в адрес коллег Владимир Соловьев сделал репост фоторепортажа из расположения злого. Кадры были сняты довольно давно, но теперь автор канала за лентой, репост которого сделал Соловьев, решил поделиться ими, написав. «На командном пункте и позициях 6-го батальона территориальной обороны, под командованием Злого, мы оказались в канун Рождества». Военнослужащих этого подразделения Донецкие чаще всего называли паралимпийцами, потому что среди личного состава не было ни одного бойца без ранения, включая даже командира. Компетентные власти дадут ответы на все вопросы, а до этого момента хотелось бы напомнить, что в нашей стране пока действует презумпция невиновности. Канал за лентой очень молодой. Чуть больше 150 подписчиков. Почему Соловьев решил его поддержать? Ряд военкоров сочли действия тележурналиста попыткой защекить злого. Что ж, вполне может быть. Но слова о презумпции невиновности, конечно, ситуацию выправляют. Надеемся, что проверка состоится как можно быстрее. Людей из отряда Иернесто с Гудвином и других таких же отправленных в Штум уже, к сожалению, не вернуть. Но справедливость точно должна восторжествовать. Такие вот новости, дорогие друзья. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех последних новостей. Спасибо за просмотр и всего хорошего!